Русские новости Сегодня мы поговорим об одном из сложных аспектов идеологии, а точнее мировоззрения, потому что идеология вытекает из того мировоззрения, которое проходит становление в течение всей жизни человека. Это очень непростой вопрос, чему мы служим в своей жизни. Служим ли мы вообще чему-то, кроме собственного кармана, удовлетворения своих собственных, очень приземленных потребностей, или все-таки есть какие-то более высокие цели, и среди этих целей становление великого русского государства. Можем ли мы служить государству? У нас в течение многих десятилетий воспитывалось отношение к государству как к чему-то враждебному, что мы не можем принять, что над нами давлеет, и служить ему вроде бы как не стоит и не нужно. Но если мы не служим своему государству, значит, государства как такового и нет, к чему мы, по сути дела, и пришли на сегодняшний момент. То, что называется государством, государством не является, и служить этому, то, что называется Российской Федерацией, невозможно. Действительно, те, кто проходит госслужбу, или воинскую, или полицейскую службу, ведь служат не государству, они служат своему начальству, они служат не закону, они не поддерживают общество, не поддерживают закон, по которому это общество должно жить, не заинтересованы в стабильности государства, которое, конечно, без общественных институтов прожить не может. Ну, вот путинисты стремятся доказать, что может, и даже так и должно быть. Зачем какие-то общественные структуры, когда есть государственные, зачем какой-то частный бизнес, если есть государственные, если чиновники расставлены по всем направлениям, и везде они могут получать доходы как частные лица, используя государственный механизм как экономическую структуру, приносящую им лично колоссальные доходы. Служить этому абсолютно невозможно. Разумеется, сначала в личности человека формируются какие-то духовно-нравственные ориентиры, мировоззрение, а потом мировоззрение приводит к вопросу о том, какая общественно-государственная или государственно-общественная модель должна быть приемлема для этого мировоззрения, и как можно эту модель продвинуть в жизни, соответственно, служить этой модели, уже частично сформированной или полностью сформированной, или некогда существовавшей, которая должна быть перенесена в настоящее. Это большой вопрос, и он решается, в общем-то, людьми на том уровне глубины своего восприятия действительности, которого каждый может достичь. Жизненный опыт проясняет тот идеал, которому каждый из нас может служить, и это внутреннее решение, но есть и внешнее решение, внешние обязательства, которые выливаются в различные ритуалы, например, ритуалы, связанные с выбором веры. Если вы приобщаетесь к вере Христовой, к православной вере, то вы проходите определенный ритуал крещения, и проходя его, вы берете на себя определенные обязательства. Когда вы произносите ключевые молитвы православия, например, символ веры, вы подчеркиваете, каковы ваши ценности и каковы ваши представления о жизни, вообще об устройстве мира и сущности человека, о сущности божественного, и делаете это публично. И эта публичность закрепляет тот внутренний выбор, который в конце концов и оформляется в тот общий ритуал, который соединяет людей с общим мировоззрением. Таким образом возникает вопрос, какому государству ты служишь. Российской Федерации, как было сказано, служить невозможно. Это и не государство, потому что, скорее всего, это просто некая корпорация, которая оккупировала территорию, назвалась государством, присвоила себе государственные функции и просто грабит эту территорию, грабит наш народ. Служить Российской Федерации невозможно. Такого мировоззренческого выбора не может быть у человека достойного, обладающего тем самым духовно-нравственным измерением, которое и определяет мировоззрение. Вору никакое мировоззрение не нужно. Ему нужны воровские принципы жизни. Вот по таким принципам и живет Российская Федерация. Присягнуть на верность Российской Федерации нам никто и не предлагает. Ритуала гражданской клятвы нет. Ритуал воинской клятвы мы об этом поговорим несколько позже. Насколько он искажен, насколько он абсурден. Служить увядшему СССР, который некоторые почему-то считают существующим, тоже абсурдно, потому что там тоже не было ритуала гражданской клятвы. Там была клятва, или точнее присяга воинская, которую проходили почти все. Были присяги партийные, комсомольские, и даже октябрятские, пионерские октябрятские. Проходить ритуал верности этому государственной институции невозможно, потому что мы происходим не из СССР. Даже если там родились, наши предки все-таки жили гораздо раньше, чем образовался Советский Союз, и по совершенно другим принципам, которым деятельность руководителя этого государства и вся его идеологическая начинка противоречили самым кардинальным образом. И так получается, что кроме Российской империи у нас нет другого идеала государственности. Более ранние форматы государства были менее совершенными и менее удовлетворяют нас, как современных людей, поскольку современность была заложена в Российской империи. Более ранних государственных формированиях в Московском царстве или в каких-то там племенных формированиях дохристианской Руси, конечно, современности, с которой мы связаны, практически не прощупывается. Те, кто этим занимается, прекрасно видят. Поэтому Российская империя – это наш мировоззренческий выбор и, соответственно, выбор идеологии, который связан с формированием русского национального государства, ориентиром на государственный идеал самодержавной монархии. Соответственным образом возникает вопрос о публичном акте, о принятии присяги на верность той государственной институции, из которой выросла и вся русская культура, и вся политическая культура, и то мировоззрение, на которое мы можем опираться сегодня для того, чтобы преодолеть те безобразия, которые мы видим вокруг, и вновь вернуться к государственной жизни, к жизни по закону и к формированию тех структур управления, которые ведут общество и каждого отдельного человека к процветанию. В целом, не индивида, который оторвался от всех своих социальных связей и преследует только свои личные эгоистические интересы, а именно к общему благосостоянию, к национальному развитию. Когда я пришел к этой мысли, я задумался над вопросом, кто может принять у меня присягу на верность Российской империи. Никакой другой исторической институции, кроме Российского императорского дома, на тот момент я не видел, чей статус определялся исключительно служением Российской империи. Я видел только одного человека, Марию Владимировну Романову, великую княгиню, как тогда я считал легитимной наследницей, и на это были все основания, никто более не претендовал на наследование Российского престола. Соответственно, я получил в ответ на такой свой выбор, на публичную присягу, ушаты помоев от так называемых патриотов, от так называемых монархистов, которые, конечно, такого мировоззренческого выбора делать не собирались, они обслуживали точно такие же эгоистические интересы, как самые отпетые либералы. Они хотели формировать свои секты, и в этих сектах быть такими гуру, которые готовы осуждать и обсуждать все, что угодно, но только не служить. Я выбирал свое служение. И вот фотография, которая была сделана в момент принятия присяги, конечно, не была предназначена для публичного оглашения. Это, конечно, публичная акция, но не такова эта акция, чтобы ее выставлять на показ всем и каждому. Так же, как и принятие, например, крещения во взрослом возрасте, снимать все это на видео, где-то выкладывать и показывать, как ты принял крещение, совершенно нет никакой необходимости. Тем не менее, это все-таки действие публичное. Но, тем не менее, те, кто были причастны, рядом стояли с этим событием, увидели его, решили без моего ведома выложить эту фотографию, объявить, что вот тогда, в 2005 году, первый депутат Государственной Думы с 2017 года принял гражданскую присягу на верность Российской империи. И все это было интерпретировано так, как верность персоналий, персоне. Особенность клятвы монархиста предполагает еще и клятву персоне, самодержества. В данном случае самодержеств еще не состоялся, помазания на царство Марии Владимировны не было, поэтому эта присяга носила такой предварительный, можно сказать, характер, ориентированный на само восстановление монархического правления и восстановление законности престола и наследия и признание его как государственного закона. Ничего этого не было, и, соответственно, можно было бы быть поскромнее тем, кто все это выкладывал и фактически использовал меня в каких-то своих пиар-интересах. Ну вот, в результате я получил множество всяких оскорбительных высказываний в свой адрес. Они абсолютно, конечно, были все недостойны от людей, которых я не считаю достойными, и с ними я никогда ни в какие отношения не вступаю. Если у меня и были какие-то отношения, я их просто разорвал. Люди не захотели выникнуть в этот вопрос, и поэтому дальнейший разговор с ними был прекращен. В дальнейшем эта присяга предполагалась, что вот мы, небольшая группа, такая микрогруппа, которая прибыла в Мадрид и посетила Марию Владимировну ее, громко говоря, резиденция. Это такая крохотная квартирка с низкими потолками, которая с таким юмором называлась дворец. Вот кто там распространяет всякие бредни о том, что там Ротшильды спонсируют или кто-то там еще. Ну, если бы они видели уровень благосостояния Российского императорского дома, я думаю, что у них не возникло бы таких глупых гипотез, но они, собственно, ни на чем и не основаны. И распространение их – это гнусная русофобия, потому что оскорбить-то хотят не какого-то конкретного человека, в данном случае Марию Владимировну Романову, а хотят оскорбить русскую государственность. Якобы она вся была под пятой у каких-то иностранных и инородных финансистов. Этого не было никогда. Ну, просто никогда не было. И тот, кто распространяет такие слухи, клевещет. Одновременно с присягой мы получили задание провести монархическую конференцию, куда пригласить лиц, которые должны были бы тоже принять такую присягу, а именно те, кто приняли имперские ордена из рук представителей дома Романовых, точнее, Российского императорского дома. Таких наград было очень много, и получали их от младших офицеров до многозвездных генералов. Пригласить нескольких ключевых лиц, которые должны были бы запустить этот процесс, было нашим заданием, и нам было гарантировано со стороны канцелярии Российского императорского дома, что это состоится. Ничего этого не произошло, напротив канцелярия постаралась сорвать конференцию, она была близка к срыву, фактически ничего не получилось. И в дальнейшем действия канцелярии, ну, там, собственно, и людей-то нет, но, тем не менее, есть те, кто может воздействовать на ситуацию и фактически срывать все наши инициативы, в том числе и те инициативы, с которыми я выступал, как депутат Государственной Думы, в момент празднования, например, столетия Государственной Думы или в переписке с администрацией президента, все время присутствовало вот это лицо, которое срывало все инициативы. И потом я понял, почему. Потому что углубление в вопрос, которого я коснулся, вопрос о присяге Российской империи, приводил бы к определенным открытиям. И одно из таких открытий состоялось в 2011 году, это уже, можно сказать, был апофеоз вот этой разрушительной деятельности канцелярии на монархической конференции, которую мы проводили и которую не смогли сорвать вот эти канцеляристы, была сделана видеозапись, и мое выступление было представлено как оскорбление ее императорского высочества. И после этого произошел разрыв, и, в общем-то, он логично следовал из того, что открылось потом, до 2013 года, вот где-то с 2011 по 2013 год, Мария Владимировна Романова и ее сын Георгий Михайлович неоднократно выступили в прессе, что они не претендуют на российский престол, не стремятся к восстановлению монархии, они представляют лишь исторический институт, историческую институцию, российский императорский дом, и будут заниматься исключительно благотворительностью. А также им, в общем-то, все равно, как и с какими партиями взаимодействуют, в том числе и с коммунистами, никакой разницы они не видят, и готовы благодетельствовать в отношении любого субъекта, кто обратится к ним. Эта абсурдная и деструктивная позиция фактически снимала вопрос о монархическом мировоззрении. И в тот же год, в 2013 год, обнаружилось, что не на Марии Владимировне свет сошелся, а есть легитимный наследник, он образовался после принятия принцем Ленингенским и его ближайшими родственниками православия, принятия православных имен. И коль скоро образовался легитимный наследник российского престола, то правила, которые существовали в Российской империи, требовали присяги, отмены присяги предшествующей и принятия новой присяги. Но в исторической России это происходило после смерти императора. Император умирал, соответственно, присяга ему прекращала свое действие, и воинство, и подданные присягали новому законному императору, который точно, абсолютно точно устанавливался еще до прекращения предшествующего царствования. В данном случае такая ситуация была невозможна, поэтому возник вопрос о снятии присяги. И найти такой способ, поскольку никто этим еще не занимался, было достаточно сложно, тем не менее, мы вот в своей микрогруппе, которая существует уже довольно долго, нашли такой способ. Мы нашли покаянную молитву дерзостно клянущихся и проработали православный ритуал, который был проведен мирским чином, предполагающимся в том случае, когда нет священника, который подобный ритуал может провести. На сегодняшний день мы не знаем ни одного священника, к которому мы могли бы обратиться, чтобы такой ритуал был им проведен. Это все связано с глубочайшим кризисом московской патриархии, предавшие, в общем-то, основы апостольских правил своего служения и многое из того, что заповедал Христос. Это означает, что московская патриархия, как таковая, перестала быть церковью или частью Церкви Христовой. Где те священники, которые это осознают и публично выступают против ереси, прежде всего, верхушки московской патриархии, мы не знаем. Отдельные видео выступления мы видим, но добраться до этих священников и обратиться к ним с просьбой провести ритуал снятия присяги нам не удалось. Поэтому мы провели снятие присяги мирским чином. Кроме этого ритуала, еще было личное публичное заявление, которое я сделал, специально сняв на видеокамеру. И в нем все основные аспекты отражены, и вот этот ролик я представляю вашему вниманию. Я, Савельев Андрей Николаевич, в 2005 году принес присягу на верность государству российскому как православному царству, которое немыслимо без государя на Всероссийском императорском престоле. Следуя решению Всероссийского земского собора 1613 года и основным государственным законам Российской империи, я приносил присягу перед Марией Владимировной Романовой, которая в соответствии с указом государя великого князя Владимира Кирилловича стала влюстительницей Российского императорского дома в 1992 году и ее сыном Георгием Михайловичем, принцем Прусским. Иных претендентов на наследование Всероссийского императорского престола, предъявивших свои законные права, на тот период времени не было. В 2013 году в соответствии с основными государственными законами Российской империи был обретен законный наследник Всероссийского императорского престола, его высочество князь Николай Кириллович, принц Ленингенский. Миссия Марии Владимировны как влюстительницы с этого момента прекращена. Права потомков Марии Владимировны на Всероссийский императорский престол ничтожны, так как род ее матери никогда не являлся владительным и брак ее родителей был неравнородным, что подтвердилось исследованиями, проведенными в последнее время. Перед святым Евангелием и святым животворящим крестом Господа нашего Иисуса Христа я не могу более считать Марию Владимировну главой Всероссийского императорского дома и именовать ее титулом Великой Княгиней, что не отменяет ее достоинства как прямого потомка русских императоров и ее заслуг в деле поддержания моноптического движения в России и сохранения памяти об исторических институциях, разрушенных в 1917 году и подлежащих восстановлению. Моя присяга остается в силе в отношении Российской империи и династии императоров Всероссийских. Прошу Господа Бога простить мое дерзновение и дать сил на дальнейшее служение Отечеству, добиваясь его процветания и восстановления его исторического облика как суверенного национального государства, управляемого русским самодержиством, законным наследником престола. 26 февраля 2017 года. Вот после этого ритуала, после этого заявления те, кто в мой адрес собирается какие-то очередные гнусности сказать, может успокоиться и найти себе какие-то другие объекты. Мария Владимировна Романова я более не считаю наследницей российского престола. Есть легитимный наследник, которому я впредь и обязан буду присягнуть, как только предоставится такая возможность. Пока такой возможности не существует. Но я бы хотел еще обратиться и к другим аспектам, может быть они и будут интересны, о том, как произносилась гражданская или воинская присяга в исторические времена. Мне интересна была присяга, которая называется «Клятва Эфеба». Она опубликована в нескольких разных переводах. Это древнегреческий текст. И в нем интересны те аспекты, к которым обращается юноша, заступающий на службу, фактически на воинскую службу на довольно длительное время. Вот как звучит текст этой присяги. Я приведу два перевода. Я не оскверню этого священного оружия и не покину в рядах своего товарища. Я буду защищать не только то, что свято, и то, что не свято, как один, так и вместе с другими. Я передам потомкам Отечество не униженным или уменьшенным, но возросшим в положении улучшенном сравнительно с тем, в каком я его наследовал. Я буду почитать решения мудрых. Я буду повиноваться законам, которые были или будут народом приняты. И если кто вздумает нарушить их, я не должен того допускать и стану защищать их. Все равно придется ли мне делать это одному или будут со мною и другие. Я буду чтить верование. Вот такой перевод. Он концентрируется на чем? Во-первых, на принятии оружия. Приняв оружие, я беру на себя определенные обязательства. Во-вторых, на верности товариществу вместе с товарищами, которых я не покину. Сопряжение святости, святых установлений и законов, нынешних и будущих, верность закону. Вот ключевые моменты, которые предполагались для каждого гражданина, в данном случае Афин. Немножко другая интерпретация. Тексты были разные, но они все были посвящены примерно одному и тому же. Клянусь никогда не опозорить это священное оружие. Никогда не погибать своего места в битве. Один ли, со всеми ли вместе я буду сражаться за своих богов и за свой очаг. Я оставлю после себя свое отечество неуменьшенным, но более могущественным и более крепким. Я буду повиноваться приказаниям, которые продиктуют мудрость должностных лиц. Я буду подчиняться и тем законам, которые находятся в селе в настоящее время, и тем, которые будут поставлены народом. Если кто-то захочет не спровергнуть эти законы или не будет повиноваться им, я не потерплю этого и буду сражаться за них один или вместе со всеми. Я буду почитать предков моего отца. Беру в свидетели и дальше перечисление богов, может быть, кто-то их не знает, но коротко я скажу. Беру в свидетели богов Аглавру, это эпитет Афины, дочка Кропа, Эниалея, это эпитет Ареса, древний бог Микенских времен, Ареса, Зевса, Фало, одна из Ор, богиня цветения, Афксо, дочь Зевса, Эфемида, одна из Ор, хранительца Олимпа, Гегемону, одна из Харид, руководительница. Вот так, перечисляя древнейших богов, заметим, Зевса тут нет, Артемиды нет, нет Геры, нет ключевых богов, кроме Ареса, и то Ареса, это как все-таки древний Микенский бог, обособленное существо, то есть здесь названы самые древние боги, самые древние боги. В некоторых вариантах клятвы еще присутствует Геркулес, а также упоминания, беру в свидетели, границы моей родины, пшеницу, ячмень, виноградные лозы, оливковые и инжирные деревья, отношение еще и к государственному установлению границы и тому природному богатству, которое внутри этих границ находится. Для русских людей важна клятва 1613 года, она продолжает действовать, потому что наши предки присягали, в том числе и за нас, ориентируясь на том, что мы будем продолжать их дело. Мы не будем предавать исторической России, будем следовать тому, что установили наши предки, как вот сказано в древнейшей клятве, трудно сказать, какому году она принадлежит, судя по перечислению богов, это очень древняя клятва, скорее всего, не позднее, чем VI-VII век до н.э. В 1613 году следующая клятва была произнесена и принята всесословным собором, представляющим все земли, все сословия, в общем-то, весь, абсолютно весь русский народ. Послал Господь свой Святый Дух в сердца всех православных христиан, яко едины усыты вопияху, что быти на Владимирском и Московском и всех государствах Российского Царства государем, царем и великим князем, всея Руси, самодержцем, тебе, великому государю Михаилу Федоровичу. Целовали все животворные кресты, обет дали, что за великого государя, богом почтенного, богом избранного и богом возлюбленного, царя великого князя Михаила Федоровича, всея Руси самодержца, за благоверную царицу и великую княгиню и за их царские дети, которые им, государям, впредь, бог даст души свои и головы свои, положите и служите им, государям нашим, веру и правду, всеми душами и своими головами. Мы видим, как перекликается это клятва с клятвой Эфеба. Далее есть фрагмент, который считается отсутствующим в развернутой части клятвы, тем не менее он передается, постоянно из документов документ заповеданно, чтобы избранник Божий царь Михаил Федорович Романов был родоначальником правителей на Руси из рода в род, с ответственностью в своих делах перед единым небесным царем. И кто же пойдет против всего соборного постановления, царь или патриарх ли, или всяк человек, да проклянется таковой в всем веке и в будущем отлучен, бо будет он от святые троицы. Немножко другая формулировка содержится ниже, и поэтому эта формулировка может быть более жесткая, необязательно. И фальсифицирована эта часть, присяги или нет, в общем-то, большого значения не имеет, смысл она передает правильно. И иного государя, мимо государя царя великого князя Михаила Федоровича в Сеярусе самодержца и их царских детей, которые им государям впредь Бог даст, искать и их отети, иного государя, из каких людей не буди, или какое лихо похочет учинить, то нам, боярам и окольничьим, и дворянам и приказным людям, и гостям, и детям, боярским, и всяким людям, на того изменника стоят и всей землею за один. Прочтожив сию утвержденную грамоту на Великом Всероссийском Соборе и выслушав на большее вовеки укрепление, бытьи так во всем, потому как всей утвержденной грамоте писано, а кто оба не похочет, послушайте сего соборного уложения, его же Бог благослови, и начнет глаголити ино, и молву в людях чинити, то таковой аще священных чину, бо от бояр, царских синклит, и воинских, или ин кто от простых людей, и в каком чину не буди, по священным правилам святого апостола, и вселенских седьми соборов, святых отец и поместных, и по соборному уложению, сего извержен будет, и от царствия Божия отлучен, и святых христовых тайн при общении, яка раскольник, церкви Божией, и всего православного христианства, мятежник и разоритель закону Божию, а по царским законам, месть да восприимет, и на нашего смирения, и всего священного собора, не будя на нем благословения отныне и до века, да будет твердо и неразрушимо в предыдущее лето, в роды и роды, и не пройдет ни едина черта от написанных в ней. Совершенно четко нам дается установление, ничего не нарушать, или на нас обрушивается проклятие наших предков. Вот оно на нас и обрушилось, и на ту часть церкви, которая называется Московская Патриархия. Эти люди сами себя отлучили в 17-м году, предав вот эту клятву. А на соборе были Московского государства и всех городов Российского Царства, власти, митрополиты, епископы, архимандриты, игумены, протопопы, весь освященный собор, бояре и окольничьи, чашники и стольники, и стряпчие, думные дворяне, и диаки, и жильцы, дворяне большие, и дворяне из городов, и диаки из приказов, головы стрелецкие, атаманы казачьи, стрельцы и казаки, торговые, посадские, и великих чинов всяких, служилые, и жилецкие люди из всех городов Российского Царства, выборные люди, свои ручные подписи. И уложена, и написана бы, сия утвержденная грамота, за руками и за печатями, великого государя, нашего царя, великого князя, Михаила Федоровича, и всея Руси самодержства, в царствующем граде Москве, в первое лето царствования его, от сотворения мира, 721-го. Вот мы и должны следовать этой клятве, а если не следуем, то мы отрекаемся от всей русской истории, и начинаем ее отсчитывать либо от 1917-го года, большевистская история, антироссийская, русофобская, либо от 1991-го года, не менее русофобская, и не русская, и уже не история государства, о истории оккупации нашей страны. А вот была имперская военная присяга, совсем другая, по-другому сформулированная, но тем не менее продолжающая клятву 1613-го года, императорская военная присяга. Я, ниже поименованный, обещаюсь и клянусь могучим Богом перед святым его Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому величеству, своему истинному и природному, всемилостивейшему, великому государю-императору, называется имя, самодержеству всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику, верно или нелицемерно служить, не щадя живота своего до последней капли крови, и все к его высокому, его императорского высочества самодержеству, силе и власти, принадлежащие права и преимущества, узаконенные, и впредь узаконяемыми, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять. Его императорского высочества, государства и земель его врагов телом и кровью, в поле и в крепостях, водой и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских службах храброе и сильное чинить сопротивление и всем стараться споспешествовать, что его императорского высочества верной службе и пользы государственной во всех случаях касаться может. Об ущербе же его величества интереса, вреде и убытках, как скоро о том уведаю, не только благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать, почтусь и всякую вверенную тайность крепко хранить буду предпоставленным надо мной начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти свойства дружбы и вражды против службы и присяги не приступать. От команды и знамя я принадлежу, хотя и в поле, обозе или гарнизоне никогда не отлучаться, но за он им покажи, вследовать буду, во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру или солдату надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог всемогущий. В заключение же в честь всей моей клятвы целую слова и крест спасителя моего аминь. По сути дела клятва это молитва, публичная молитва, ориентированная на сохранение государства и служение ему. Вот присяга временному правительству. Клянусь честью офицера или солдата и обещаюсь перед Богом и своей совестью быть верным неизменно преданным российскому государству, как своему отечеству. Клянусь служить ему до последней капли крови, всемирно способствуя славе и процветания российского государства. Обязуюсь повиноваться временному правительству, ныне возглавляющему российское государство, впредь до установления образа правления, воли народа и припосредствии учредительного собрания. Возложенные на меня служебные обязанности буду выполнять с полным напряжением сил, имея в помыслах исключительно пользу государства, не щадя жизни ради блага Отечества. Клянусь повиноваться всем поставленным надо мной начальникам, ченя им полное послушание во всех случаях, когда это требует мой долг офицера-солдата или гражданина перед Отечеством. Клянусь быть честным, добросовестным, храбрым офицером-солдатом, не нарушать клятвы из-за корысти, родства, дружбы и вражды. В заключение данной клятвы осеняю себя крестным знамением и ниже подписываюсь. Мы видим, что здесь есть осовремененная калька с предшествующей молитвой воинской, императорской и присяга, в общем-то, самозванцем. Временное правительство, самозванцы, никем не утвержденные, никем не избранные, просто захватившие власть. А клятва по своему содержанию очень близка к императорской. Вот советская воинская присяга. Я гражданин СССР, вступаю в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, стойко переносить все тягости и лишения воинской службы, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемирно беречь военные и народные имущества и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, СССР и как воин вооруженных сил я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом. Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщей ненависть и презрение трудящихся. Заметим, здесь тоже некое совпадение с тем, что предлагало временное правительство, но в то же время и ориентир на советскую родину и советское правительство. Как только исчезло советское правительство, оно не призвало военных защите Отечества, и как только исчезла советская родина, все клятвы аннулировались. Потому что здесь прямо сказано до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине, если она есть, но если нет советской родины, то к чему быть преданным, и советскому правительству. Нет советского правительства, к чему быть преданным? Готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советско-Социалистических Республик. Нет Советского Союза, нет клятвы. Нет призыва, приказа советского правительства, нечего и выступать. Вот так оно и произошло. То есть, по сути дела, клятва была реализована в ее негативном смысле, который здесь довольно очевидно проступает. Были и всякие другие присяги, вот партийные присяги, например, клятва коммуниста 19-го года обязательно была для вступающего в РКПБ, потом не обязательно. Я сознательно, бескорыстно и без принуждения вступаю в партию коммунистов-большевиков и даю слово считать своей семьей всех товарищей коммунистов и всех разделяющих наше учение не на словах только, но и на деле, бороться за рабочую и крестьянскую бедноту до последнего вздоха. За бедноту бороться, да, то есть тут отечества нет. Трудиться по мере своих сил и способностей на пользу пролетариата, почему-то только пролетариата, защищать советскую власть и ее честь и достоинство словом и делом и личным примером, ставить партийную дисциплину выше личных побуждений и интересов, исполнять беспрекословно и безропотно все возложенные на меня руководителями по партии обязанности, поддерживать слабых духом товарищей по партии, обличать коростолюбцев, если замечу таковых в партии, обязуюсь не щадить и не покрывать сознательных врагов трудового народа, хотя бы этими врагами оказались бывшие друзья и близкие родственники, не поддерживать дружбу с врагами пролетариата и со всеми враждебными нам мыслящими, привлекать к учению коммунизма новых его последователей, воспитывать свою семью как истинных коммунистов. Обещаю встретить смерть с достоинством и спокойно за дело освобождения трудящихся от иго насильников, не просить у врагов трудящихся пощады ни в плену, ни в бою, не прикидываться перед врагами, иначе мыслящими ради личных выгод или корысти. Отрекаюсь от накапливания личных богатств, денег и вещей, считаю позорным азартную игру и торговлю как путь к личной вражде, считаю постыдным суеверие как пережиток тьмы и невежества, считаю недопустимым делить людей по нации, религии, языку, родству и состоянию, зная, что в будущем все трудящиеся на земле сольются в одну великую семью. Я пощажу лишь того, кто обманут и увлечен по темноте своей врагами. Я прощу и забуду старые преступления лишь тех, кто искренне раскаялся, перешел из стана врагов и делом искупил свое прошлое. Если же я отступлю от этих обещаний сознательно, корысти или выгод ради, то буду я отверженным и презренным предателем. Это значит, что я лгал себе, своим товарищам, лгал своей совести, недостоин звания человека. Видим, что отечества здесь нет. У коммунистов отечества нет. Но, соответственно, в 19-м году они это прекрасно знали. Вот еще некоторые партийные присяги, торжественные обещания юных пионеров. Вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь, горячо любить и беречь свою родину. Здесь хотя бы родина есть. Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин. Как учится коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза за дело борьбы коммунистической партии. Будь готов, всегда готов. То есть дело-то на самом деле коммунистической партии, а родина, в общем-то, на втором месте. Пионер предан родине, партии и коммунизму. Пионер готовится стать комсомольцем. Пионер равняется на героев борьбы и труда. Пионер считает память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества. Вот здесь защитник Отечества, но имеется в виду исполнение, конечно, воинского долга. Пионер лучший в учебе, труде и спорте. Пионер дисциплинирован. Пионер честный и верный товарищ. Всегда смело стоящий за правду. Пионер товарищ и вожатый. Октябрят. Пионер друг пионерам и детям трудящихся всех стран. Пионер честен и правдив его слово, как гранит. В общем-то, такие благие пожелания. Честно скажу, прошел я пионерство в своем детстве, в 70-е годы, в первой половине 70-х годов. Ничего подобного никто в жизни, в повседневной жизни детей и не пытался внедрить. Зато всякой лжи было просто так много. Сейчас вспоминаешь это все с большим стыдом. Были, кстати, и в 70-м году. ЦК ВЛКСМ утвердил правила для октябрят. Октябрята – будущие пионеры. Октябрята – прилежные ребята, любят школу, уважают старших. Только те, кто любит труд, октябрятами зовут. Октябрята – правдивые и смелые, ловкие и умелые. Октябрята – дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут. Ну, это так, ни о чем. И, слава Богу, не так уж сильно задевали совсем уж юные поколения. Ельцинская присяга. Я, фамилия, имя и отчество, поступаю на военную службу и присягаю на верность Российской Федерации и ее народу. Клянусь соблюдать Конституцию и Закона Российской Федерации, выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, возложенные на меня законным образом обязанности. Клянусь, находясь на воинской службе, быть честным, добросовестным, достойно переносить связанные с ней трудности, «Мужественно, не щадя своей жизни, защищать народ и государственные интересы Российской Федерации, клянусь не применять оружие против народа и Закона избранных им органов власти, обязуюсь проходить воинскую службу в любом месте, на территории Российской Федерации или за ее пределами, куда меня направит правительство Российской Федерации и соблюдать законы того государства, на территории которого буду проходить военную службу». Ну вот здесь два абсурда. Во-первых, не применять оружие против народа и Закона избранных органов власти, так они же применили в 1993 году, поэтому вся эта присяга не стоила бумаги, на которой она записана. И последний абзац о несении службы на территории иностранных государств – это тоже такая занятная часть, собственно, клятвы воинской присяги. К чему она здесь? Как будто действительно военная экспансия была предусмотрена, и ее необходимо было вложить в головы даже в момент произнесения воинской присяги. Вот путинская воинская присяга. Она совсем короткая и вообще ни о чем. Я такой-то торжественно присягаю на верность своему Отечеству Российской Федерации, клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказа командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечества. Ни о чем, ни о чем. Присяги как таковой нет, просто совсем уж короткая один абзац – ни о чем. Здесь ничего, тех ключевых позиций, которые были высказаны в древнейших присягах, мы не видим. Торжественное обещание членов Государственной Думы, вспомним тоже, когда образовалась только Государственная Дума в начале XX века, вот так, такая клятва была. Мы ниже поименованы, обещаем перед всемогущим Богом исполнять возложенные на нас обязанности членов Государственной Думы, по крайнему нашему разумению и силам, храня верность Его Императорскому Величеству Государю Императору и самодержству Всероссийскому, и памятуя лишь о благе и пользе России, в удостоверении чего своеручно подписуемся. Это из свода законов Российской империи. Ничего этого подавляющее большинство депутатов Государственной Думы не соблюдало. То есть были соучастниками переворота, они же сформировали Временное правительство вопреки клятве верности Императорскому Величеству на сударе Императору и самодержцу. А в Российской империи была еще присяга на верность царю и отечеству, гражданская присяга, которая принималась каждым достигшим 14 лет. И, соответственно, когда менялся император, вся страна приносила клятву на верность. Ну и клятва преступников, как вы понимаете, в 17-м году было очень много. Не буду повторять эту клятву, она во многом совпадает с воинской клятвой. Ну здесь главное это верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови, и все к высокому его императорскому личству, самодержаве силе и власти, принадлежащей права и преимуществу законную, и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе возможности предостерегать, оборонять и при этом, по крайней мере, стараться спешистовать все, что к его императорскому величеству верной службе и пользе государственной, во всяких случаях, касаться может. Ну, так скороговорка я произнес, речь идет все-таки о верности государству, олицетворяемому наследственной монархии, которая несет в себе все традиции и главные мировоззренческие установки, связанные с подданством Российской империи. Если этого нет, если нет традиционной передачи вот этого мировоззрения в рамках династического наследия, то тогда нет и соблюдения тех установлений, которые были определены в 1613 году, и тогда уже те, кто называет себя наследниками престола или потомками династии Романовых, перестают просто служить государству российскому. Ну, а если есть, значит, есть и служба. Пока есть законный, а всегда таковой найдется законный наследник российского престола, ему и в его лице мы можем принести клятву на верность Российской империи и России, как таковой, во все ее исторические времена. Присяга Государственной Думы современной отсутствует, гражданская клятва отсутствует, воинская клятва, как мы видели, это Филькина грамота, ни о чем. То есть, по сути дела, от нас не требуют верности Российской Федерации. Ну и слава Богу, поэтому мы можем сделать свой сознательный выбор в пользу исторической России, которой мы и обязаны служить.